Здравствуйте, Алла Ильинична. Я вот знаю, что Вы защищали диплом по русскому мату. Скажите, пожалуйста, а вот Вам из знания этого объекта помогают как-то в жизни, в работе режиссёра? И что Вы, как женщина, думаете об этом явлении? Значит, во-первых, диплом мой был всё-таки по мат-лингвистике, а не по мату. Со временем лингвистика ушла, мат остался. Но всё-таки не в такой степени, в микроскопических дозах. Кроме того, я не люблю мат с экрана. Ну, мне кажется, что это неправильно, когда... Потому что экран всё-таки очень много значит для людей, которые смотрят. Телевизионный экран, киноэкран. Но когда я за рулём, бывают иногда моменты, когда не сдерживаешься. Ну и бывает, и на съёмках, скажем, в картине чёлкнутой мы снимали эпизод, когда должен был пойти, поехать. Первый поезд. Можно рассказать, да? Время у нас есть. Первый поезд, который мы снимали под Питером. Там мы, значит, расконсервировали на Витебском вокзале вот этот макет первого поезда. Построили 300 или 500 даже метров железной дороги под вокзал. Воссоздали тот, который был в 1837 году. Потому что это картина чёлкнутая. Это история о том, как пошёл, значит... Ну, как построили первую железную дорогу в России. Там любого на линии переплетается с железнодорожной. И вот, когда всё было готово, значит, естественно, поезд сам не ездил, а стоял тягач, который должен был там за полкилометра от съёмочной площадки. Он был прикреплён к поезду, должен был двигаться и тащить поезд по рельсам. Значит, Николай Петрович Караченцев бил в колокол, скакала конница, играл духовой оркестр, плясал народ, в поезд садились все первые пассажиры. Поскольку это 1837 год, значит, все одеты, соответственно, всё отрепетировано. Единственное, что было сложно, это пиротехника. Потому что тогда этой китайской пиротехники не было. Да и для того, чтобы сохранить историческую достоверность, мы делали специальную пиротехнику, которая соответствовала тому времени. Но она делалась нашим пиротехникам дня три, а горела 40 секунд. Поэтому мы рассчитывали на один дубль. Потому что праздник с пиротехникой должен был сняться одним дублем. И вот командовал, значит, бывший замминистра путей сообщения этим тягачом. И когда всё было готово, я дала команду мотор, Николай Петрович ударил в колокол, поскакала конница, оператор поднялся на кране, артисты в большом составе Караченцев, нет, да, Караченцев, Ермольник, Степанченко, немецкий актёр Оля Кабо, Фарада Крачковская, Боярский и так далее. В общем, все сели в поезд, поезд поехал, пиротехника не загорелась. А, нет, пиротехника загорелась, поезд стоит. Вот, извините. Значит, горит 40 секунд. Я кричу «поехали», поезд стоит, камеры снимают. Я кричу «поехали». Дальше мне говорят, что я кричала какие-то слова, которых я не знаю. Поезд стоял, когда пиротехника практически прогорела, он поехал. Что оказалось? Оказалось, что водитель тягача, долго-долго ждавший все эти репетиции, отошёл на одну минутку, по маленькой нужде залгал, и не видел, и не слышал команды. Поехали, и не видел, что поезд поехал. Вот тогда-то я и сказала те слова, которые остались у меня от лингвистики.